Главной сенсацией авиасалона МАКС-2021 несомненно был истребитель пятого поколения под кодовым обозначением «Шах» и «Мат». Этот перспективный однодвигательный самолёт отвлёк на себя все внимание как отечественной, так и зарубежной общественности, взбудораженной ловко проведённой Ростехом пиар-компанией. Хайпанули все, кто похвалив, а кто и полив грязью российскую новинку. Однако ажиотаж вокруг СУ-75 оттянул внимание от других интересных отечественных авиастроительных проектов, а там было на что посмотреть. Сбежавшие за границу в поисках лучшей доли, иммигранты очень любят транслировать старые антисоветские пропагандистские мифы и современную русофобскую пропаганду, чтобы оправдать перед другими и самими собой свой выбор как единственный верный. Одной из самых больших глупостей, которую довелось услышать автору строк, является утверждение, что Россия якобы не в состоянии спроектировать и произвести ничего сложнее электрочайника. Спорить с теми, кто на карем глазу всерьёз утверждает нечто подобное, просто бессмысленно, ибо это пустая трата времени и нервов. Но раз уж появился актуальный повод в виде авиасалона МАКС-2021. Давайте посмотрим, что там у нас с электрочайниками. ТВС-2 «Спартизан» во время показательного полёта этот самолёт произвёл настоящий фурор благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам. «Спартизан» смог подняться в воздух буквально через несколько метров после начала разбега, баражировал на экстремально низкой скорости, а после благополучно приземлился на крохотный пятачок размерами 50 на 30 метров. Как же такое стало возможным? Следует сказать, что ТВС-2 «С» представляет собой модернизированную отечественную версию легендарного кукурузника с новым названием, поскольку права на наименование Ан-2 остались за украинским Антоновым. Это биплан, точнее полутороплан, но не стоит упражняться в остроумии и иронизировать над архаичностью конструкции. Именно особенности строения самолёта обусловливают его превосходство над другими летательными аппаратами в своём классе. В российской вариации кукурузника установлен новый двигатель, переработана кабина, используются композитные материалы. Благодаря этому в полтора раза выросла дальность полёта с полной загрузкой, потребление топлива снизилось на 10% по сравнению с Ан-2, и все прочие характеристики улучшились в среднем на 15-20%. Некоторые страны уже проявили интерес к модернизированному ТВС-2 «С», но массу восторженных отзывов на МАКС-2021 вызвало вовсе не это. Дело в том, что ТВС-2 «С» был использован в качестве летающей лаборатории в рамках проекта беспилотных транспортных систем, и тут отечественные разработчики реально смогли удивить. Его экспериментальная версия под названием «Партизан» получила вместо одного сразу девять двигателей по четыре дополнительных электрических на каждом нижнем крыле. Это необычное техническое решение дало необычайные результаты. Дополнительная распределённая силовая установка на электрической тяге радикально увеличила активный обдув крыла и, соответственно, подъёмную силу. «Партизан» взмывает в небо буквально с места, едва ли не висит в небе на сверхмалой скорости, которая при необходимости может вырастать до 300 км в час и способен садиться на крошечный участок. Для эксплуатации модернизированного ТВС-2 «С» уже сейчас достаточно вертолётной площадки. Тем, кому не терпится постебаться над самолётом и его необычным внешним видом, следует учитывать, что это всего лишь летающая лаборатория, на которой обкатываются и демонстрируются перспективные технологии сверхкороткого взлёта и посадки. Серийный «Партизан» будет компактнее, легче и элегантнее, насколько это применимо к полутораплану. И где же он может применяться? Прежде всего, конечно же, на аэродромах с плохой в пункте в отдалённых регионах. Самолёт может перевести до 8 пассажиров и около тонны полезной нагрузки. Однако его уникальные характеристики, возможность взлетать и садиться на вертолётной площадке, а также способность барражировать на экстремально малой скорости, сделают его полезным и для МЧС при проведении поисково-спасательных операций. Возможно, что интерес к «Партизану» проявят и военные, на что прямо намекает его название. Как заявлено, самолёт разрабатывается в рамках программы беспилотной авиации, а это весьма интригует. Давайте представим, что Минобороны РФ получат ТВС-2С в виде разведывательного или разведывательно-ударного БПЛа, способного подниматься в воздух с любой лесной поляны. Грузоподъёмность самолёта в пилотируемой версии достигает одной тонны, а в беспилотной она только возрастёт. На «Партизан» можно будет подвесить разведывательное оборудование, противотанковые ракеты и бомбы, сделав из него тяжёлый разведывательно-ударный дрон, превосходящий по некоторым ТТХ конкурентов. Не исключено, что ему, благодаря сверхкороткому взлёту и посадке, найдётся место и на палубе как морскому разведывательно-ударному БПЛа. Ничто не помешает научить его садиться на воду, что упростит его последующую эксплуатацию. Электролёт Як-40 и ещё немного про наши электрочайники. В настоящее время одним из трендов гражданского авиастроения является его максимальное озеленение. Так, например, в прошлом году за рубежом прошли успешные испытания самолёта Cessna 208B Grand Caravan с электрическим двигателем. На авиасалоне МАКС-2021 был показан российский ответ в виде лайнера Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электродвигателем в составе гибридной силовой установки. Правильнее будет сказать, что экспериментальная лаборатория разместилась на борту Як-40, который использован в качестве демонстратора российских технологий. Работающих технологий, помимо обычных маршевых двигателей советского ближнемагистрального лайнера, на насос самолёта установлен специальный винт, приводимый в движение инновационным электрическим двигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. А в хвосте – турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором и литий-ионные аккумуляторы. Что же даёт такой необычный гибрид? Да очень многое. Во-первых, есть возможность летать в различных режимах, взлетать и садиться на электромоторе, при необходимости, включая газотурбинный двигатель и подзаряжая аккумуляторы. Во-вторых, использование технологией высокотемпературных сверхпроводников вместо обычных медных проводов в электродвигателе позволит кардинально снизить сопротивление и уменьшить размеры силовой установки, а значит, и её вес, и общий вес самолёта. Благодаря охлаждению азотом в криостатной камере, КПД перспективного отечественного авиадвигателя вырастает до фантастических 99,5%, а использование традиционного авиатоплива существенно снижается до 60-65%. Вот такой электролёт разрабатывается в настоящее время в России, а всякие явно перегревшиеся на солнце иммигранты нам упорно рассказывают про электрочайники. Субтитры создавал DimaTorzok